До 63-х возросло число погибших в результате наводнений на севере Танзании. Бедствия вызвали сезонные проливные дожди, которые начались в октябре. «Мы сильно пострадали от наводнений и селий. В тот день дождь пошёл около шести утра, а потом началось наводнение. Оно затронуло большую часть нашего бизнеса. У нас больше нет магазина. Много домов разрушено, и многие семьи потеряли своих близких». «Мы понесли большую утрату. Мы потеряли много близких вместе с нашим имуществом. Нам некуда идти. Мы просим правительство помочь нам в этот трудный момент». Премьер-министр страны также сообщил, что ещё 116 человек пострадали. «Я призываю соотечественников-танзанийцев продолжать проявлять терпение, особенно сейчас, в это самое трудное время катастрофы, которая унесла более 63 жизней. Давайте продолжим молиться Богу и сохранять спокойствие во время горя». При этом президент Танзании Самия Сулуху Хасан сократила свой визит на климатический саммит в ОАЭ, чтобы проконтролировать реакцию на бедствия. Десятки погибших в Танзании добавились к сотням других смертей, вызванных наводнениями в Восточной Африке за последние недели. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий в соседних Кении, Сомали и Эфиопии. Сильные наводнения были вызваны погодными явлениями Эль-Нинья и Диполь Индийского океана. При этом ранее регион страдал от сильнейшей за 40 лет засухи. Сухая почва хуже поглощает воду, что увеличивает риск внезапных наводнений.